Фламинго в столице. Стая краснокнижных пернатых облюбовала озеро Малый Талдеколь. Теперь на берегах водоема не протолкнуться. Очень много желающих увидеть этих грациозных птиц. Отправились на водоем и мои коллеги. Десятки людей на берегу непрерывно наблюдают за представлением на воде. В качестве артистов фламинго краснокнижные птицы будто позируют людям, а зрители наслаждаются видом пернатых, которых раньше видели только в зоопарках и по телевизору. Благодаря этому озеру мы видим экологически чистый участок, где можно действительно отдохнуть, где можно увидеть живую природу, где можно влюбоваться лебедями. И сейчас фламинго. Фламинго на Малый Талдеколь прилетели маленькими стаями. На водоеме сегодня их больше десяти. Это молодые особи, поэтому они еще не успели приобрести тот самый запоминающийся розовый цвет. По оценкам специалистов, они летят на юг из Круглжинского заповедника, где проживает самая северная в мире колония этих птиц. Как долго они здесь могут пройдет? Я не могу такие вещи предсказывать. Это все от них зависит. Все зависит от кормности, угодий. Их гидрометцентр работает намного лучше, чем наш. Поэтому как только погода позволит, как только условия наладятся, скажем так, ну как это в народе говорят, попутный ветер поймают, они поймут, что им нужно лететь. Ученые также не исключают, что это последний шанс для жителей столицы увидеть фламинго в черте города. Все дело в самом водоеме, который скоро может серьезно уменьшиться в размерах. Я как раз сам живу неподалеку, прям возле озера. И каждый день вижу, что там лебеди плавают, лодки. Уверен, пока есть вода, они будут садиться. Но после того, как здесь застроят всякие девятиэтажки наши, человейники, то потом эти птицы уже негде будет садиться. Экоактивисты выступают за сохранение озера. Они считают, что строительство микрорайона в этом районе может нанести серьезный ущерб фауне. Андрей Деменок, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24.